Самарские новости спорта Только один у Краснодара со счетом 59-55 Две игры, вот первые, когда мы проиграли по два очка, они были интересны, ну, лично для меня и для зрителей, я думаю, кто приходил, ну, и по накалу, ну, жалко, конечно, что проиграли, могли выигрывать их, и могли выигрывать причем спокойно по 10-15 очков, но, наверное, я не знаю, ширины, ну, скамейки не хватило Есть объективные, конечно, у нас причины, потому что на последнем туре мы испытывали страшные кадровые потери, когда у нас один за другим три игрока, которые, в принципе, прежде всего по защитным, по агрессии, по умению играть в защите выбыли, отсюда, естественно, у нас возникали проблемы в игре, и мы не показали тот результат, который мы настраивались На последнюю игру Самарского тура энергии и сил не хватило, Крым победил со счетом 86-64 и продолжил борьбу за медали в плей-офф с седьмого места Мы настраивались на эту игру, и, видите, несмотря на то, что 20 очков разница, да, но игра сложилась очень тяжелая После вчерашнего разгрома от Мгавка было очень тяжело восстановиться, вчера ничего не пошло, сегодня все же как-то команда собралась в третьей четверти, и вроде игра пора Студенческая лига очень нравится, высокий уровень игры, очень сильные соперники В плей-офф студенческой лиги энергия технического университета не попала, но у самарских баскетболистов есть месяц на подготовку к другому, не менее престижному турниру Лига Белова Кубок разыграют 42 мужские команды со всей России по олимпийской системе То есть после определенного количества поединков между двумя соперниками только тот, кто выиграет больше матчей, пройдет в следующий круг соревнований, так до финальной серии Главный тренер энергии задачу ставит грандиозную попасть в финал четырех лучших команд Лиги Белова Это были новости спорта от Сергея Кизоркина, будьте здоровы и занимайтесь физкультурой